Вот такая картонная коробочка из-под дешевой китайской еды стала прототипом для сумочки из коллекции Шанель Париж-Шанхай. По-моему, у них действительно иронично получилось, по крайней мере оригинально. А знаете, почему у них в коллекции появился такой аксессуар? Дизайнер дома Шанель Карл Герфельд объяснил свою экспансию в Азию тем, что французы всегда любили искусство Китая. Тем более, что оно сильно повлияло на вкус европейцев в 17-м и 18-м столетии. Карл всегда очень точно улавливает настроение, витающее в воздухе. Он хорошо чувствует связь с прошлым самой Шанель, а также хорошо понимает, когда приходит время показать ту или иную межсезонную коллекцию. Именно так произошло с показом Париж-Шанхай. Идея посвятить культуре Китая целую коллекцию витала в воздухе давно. Все-таки этот рынок для больших домов моды считается одним из самых перспективных. В Азии все товары класса лакшери стоят на 20, а то и на 40% дороже. Средний потребитель таких вещей в Китае значительно моложе, чем во всем остальном мире. Тем более, лакшери-сектор там наращивает обороты стремительными темпами. Только за прошлый год доход бутиков в Китае вырос на целых 20%. И это во времена нестабильной экономики в Европе. Что же еще остается делать домомоды, как не завоевывать сердца азиатских модниц? После того, как Карла Герфельд с блеском показал коллекцию Шанель в Шанхае, другие домомоды одни за другим стали устраивать свои дефиле в Азии. Шоу дома Диор – следующая громкая экспансия модной Европы в Азию. Этим летом Джон Гальяно показал специальную круизную коллекцию в Шанхае. Правда, в ней, в отличие от коллекции дома Шанель, не было ни одного намека на культуру Китая. По словам дизайнера, он посол французского дома моды, а значит, должен делать истинно французские коллекции. В доме Луи Вуитон раньше всех осознали привлекательность азиатского рынка. Кроме парижского показа, дом моды устраивает специальные шоу для азиатских клиентов. А в этом сезоне дизайнер Луи Вуитон Марк Джейкобс и вообще перенес Азию в Париж. Почему Китай на показе Луи Вуитон? Культура страны восходящего солнца – вот мир, вдохновивший Марка в этом сезоне. Он никогда не делает коллекции исключительно из коммерческих соображений. Хотя Китай и является очень важным направлением для нашего бренда. Наш бизнес процветает. Мы уверенно смотрим в будущее. Это настроение хорошо передано в нашей новой коллекции. Коллекция Марка Джейкобса для дома Луи Вуитон традиционно закрывает месяц недель моды. Обычно это шоу считается стилеобразующим для нового сезона. К слову, первым учителем Марка Джейкобса был азиат конца Ямамото. Творчество именно этого дизайнера для Джейкобса стало отправной точкой в создании его новой коллекции. Правда, одежду пришлось дошивать в самый последний момент. Видимо, Марк не на шутку переживал за результат. Неизвестно, что коллекция дошивалась в самый последний момент. Да, представляете, нам даже пришлось привезти швей из ателье на бэкстейдж. Они заканчивали работу над платьями буквально за несколько минут до шоу. Вы нервничали? Марк чувствовал себя уверенно, но был очень уставшим. Перед показом он не спал несколько ночей. Он действительно хотел создать нечто необычное. Но я никогда не видел, чтобы Марк терял над собой контроль. Критиков и стилистов новая коллекция Луи Вуитон привела в полнейший восторг. Дело осталось за покупателями. Ох, моя дорогая. Настроение этой коллекции просто божественное. Цвета неземные. Вещи одновременно и соблазнительные, и вызывающие. Но всё это в меру. Марк просто не оставил нам шансов не влюбиться в них. Мне так понравились эти каскады бахромы. Цепи, цвета, принты. Всё было очень уместно. И главное, всё было сделано с юмором. Это особенно важно. Азиатский регион сегодня очень важен для мира моды. Марк Джейкобс действительно заставил нас задуматься о том, что происходит на той стороне материка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова